Здравствуйте, с вами Александр Костенюк и в этом видео мы поговорим о трех зевках Магнуса Карлсона, которые он совершил во втором четвертьфинальном матче против Даниила Дубова. Итак, зевок номер один. Во второй партии второго четвертьфинала, после уверенно разыгранного дебюта, на доске возникла такая позиция. Черные только что сделали ход ладя f4. Очевидно, что черные надеются где-то атаковать белого короля, но фигур мало и у белых должно быть достаточно ресурсов, чтобы эту атаку отбить. После относительно недолгого раздумья, ведь все-таки партии играли с контролем 15 минут плюс 10 секунд на ход. Магнус Карлсон совершает зевок. Он делает ход слон d2. Белым следовало сыграть f3, так как после еф ладя f3, слон g4, удар слон g4 не столь опасен ввиду контрсвязки ладя g3. И после размены ферзей об атаке черным уже мечтать не приходится. На доске эншпиль без пешки. Возможно, возможно, есть у черных компенсация для того, чтобы сделать ничью. Где-то в этом эншпиле все-таки на доске разноцветные слоны, но в партии было сыграно иначе. В партии белые, недооценив шансы черных, сыграли слон d2. Что же зевнул Магнус Карлсон? Ответ последовал немедленно. Даниил Дубов наносит решающий удар. Слон g4. Нападая на ферзя, выясняется, что после ферзь e3 последует слон f3. Ферзь и слон атакуют поле g2, угрожает мат в один ход. А после g3 черный ферзь подходит чуть ближе к белому королю. И несмотря на то, что у белых в запасе есть еще один ход, защититься от страшной угрозы ферзь h3, ферзь g2 мат невозможно. Ввиду этого, после слон g4 белым приходится ходить f3, но ход f3 в этой позиции уже совсем не то же самое, что ход f3 ходом раньше. Черные просто съедают пешку на f3, пользуясь связкой пешки g2. Ферзь f2, ладья g4, уводя ладью из-под боя с темпом еще раз, создавая напряжение на пешку g2. g3, ладья f8, подводя еще одну фигуру к атаке. Ладья e1, ладья f6, защищая ладью, ставя ее на клетку, где она находится под защитой пешки g7 и подготавливая отступление слона со страшной угрозой. Ладья e3, слон e4. И еще один небольшой зевок, но справедливости ради в этой позиции уже не так просто белым играть. Магнус проиграл сразу же, сыграл f3 e2. Чуть упорнее было сделать ход f1, но тогда черные бы забирали еще одну пешку и оставались с лишним материалом и подавляющей позицией. А в партии после ферзь e2 последовал красивый удар. Ладья бьет g3 и выясняется, что и ладья, и пешка белых сидят на двух стульях. Ладья держит кун g3 и защищает ферзя на e2. Соответственно, после ладья бьет g3 последует ферзь e2 с победой. А после hg пешка белых уходит с линии h и следует мат на h1. Ферзь h1 мат. Вот такой вот неожиданный зевок во второй партии второго четвертьфинального матча последовал. Давайте послушаем, как же это все происходило и посмотрим отрывок из прямой трансляции этого матча. коней нету. Кони добавляют динамику в позиции часто. А здесь только слоны остались, но тем не менее верят в лучшее. Верят в свои фигуры Даниил Дубов. А белые, кстати, могут спокойно продолжать заниматься поеданием. Но, правда, это поедание, оно будет... скорее приведет к тому, что необходимо будет что-то все-таки обратно отдать. Можно ли сыграть f3? Если здесь такой ход, тот ход, который я упоминала ранее, здесь надо понять, что последует на ef. Сидей на ладья f3 сыграть слон g4. С другой стороны, может быть, слон g4 не так страшно. Ладья g3. Можно как-то найти в себе силу не сдаться, ответить связкой на связку. Посмотрим. Посмотрим, что еще здесь можно делать. Но слон c7, насколько я понимаю, да, насколько я понимаю, ходить нельзя, но не из-за хода слона h3. Не отгадываю. Не отгадываю. А из-за чего, интересно, ход слон c7 делать? Не рекомендует компьютер. По крайней мере, судя по... Ага, из-за слон g4, слон f3. Вот, оказывается, в чем угроза черных. Не только слон h3, не столько слон h3, потому что после слона h3 все-таки g3 можно защититься. А слон g4, слон f3. Вот такой вот сильный перевод. Вроде бы и там можно пойти g3 и защититься, но, возможно, там уже ладья h4, ладья h2, есть какие-то маты. Маты на h1. Слон d2. А смотрите, градусник-то. Посмотрите, градусник. На градусник посмотрите. И мы должны затаить дыхание. Но, видимо, ввиду того, что слон g4 вновь. Слон g4. Ферзю очень неуютно. Приходится уходить. Слон f3. Да, видите, как прыгнул. Минус 8. Давайте, да, разберем, почему же. А знаете почему? Слоны. Слоны разноцветные. И некому, совершенно некому защищать поле g2. Черный ферзь просто идет на g4. Идет на h3. Идет на g2. План таков. Очень простой план. И слон g4 на доске. У Даниила есть шанс обыграть Магнуса Карлсона. Обыграть Магнуса Карлсона и переломить неудачно складывающийся для себя матч. Что же, слон d2. Очень приятная новость для болельщиков Даниила. Потому что, вновь скажу, что позиция была не такой радостной. Особенно подними, если Магнус ход f3. Вот с такой вот забавной идеей ответить на связку с вязкой. А слон d2 ход ошибочный. Ошибочный, ввиду того, что следует слон g4. Здесь пришлось Магнусу Карлсону ходить f3. Пришлось отдавать пешку. Но все же это уже не то же самое, что было. Ладья g4. Сейчас последует g3. Вынудит черный ладья f8. Подведут ладью. И атака продолжается. Безусловно, это еще не победа. Но шансы очень хорошие. Шансы есть. Я уверена, что Даниил Дубов сейчас оживился. Как-то встрепенулся от неожиданного шанса, который выпал. И мы тоже, затаив дыхание, смотрим за тем, что происходит. На этом злоключения чемпиона мира не закончились. И в следующей, третьей партии четвертьфинального поединка вновь, вновь не выдерживает напряжение чемпион мира и совершает досадный промах. Нет, не боится. Не боится призраков Магнус. Карлсон не видит. Не видит, почему нет. И делает ход. И делает этот ход. Тем не менее, градусник нам указывает на то, что у белых есть какая-то возможность перед черными проблемы поставить. Это не конь f5. Потому что после конь f5, ладья b8, как-то черные успевают. Позицина на доске. Надо отдать должное Даниилу. Уже неприятно для чемпиона мира. Уже черным приходится думать о защите и соглашаться на размен ферзей, чтобы кропотливо защищать этот эншпиль с испорченной пешечной структурой. Белые пешки стоят гораздо лучше на ферзевом фланге. И черным предстояла бы непростая борьба за ничью. Но этой борьбы не последовало, так как Магнус Карлсон решил побить пешку. Отправил ферзя на b2 и, возможно, недооценил следующий ход белых. Ладья d2, нападая на ферзя и, что самое главное, освобождая клетку d1. Для чего нужна эта клетка? Сейчас увидим. Совершает решающую ошибку Магнус Карлсон здесь. Ходит ферзь c3. Справедливости ради отметим, что после ферзь a3 белые продолжили бы атаку путем конь g4, пытаясь отвлечь коня от защиты короля. И, возможно, мы бы увидели ту же матовую конструкцию, что и в партии. В партии эта матовая конструкция несколько иначе возникла на доске. Очень необычным образом после ферзи c3 продолжили партию белые. Не так просто сразу же заметить сильнейший ход за белых. И мне во время прямой трансляции потребовалось какое-то время, чтобы понять, что же хотят белые. Мне это удалось. Удастся ли вам ход белых, как сыграл Даниил Дубов? Надеюсь, вы увидели. Увидели. Порой, чтобы выиграть партию, необходимо отступить назад. Конь d1. Конь отступает на поле d1 неожиданно. Нападает на ферзя на c3. Но, что самое главное, открывает дорогу ладье. И сейчас, после отступления ферзя, например, на поле c4, ферзь бьет c4, белые могут пожертвовать ферзя на f8 и заматовать черного короля своими ладьями. Вот такая красивая матовая конструкция. Ладья d2, конь d1. Идею зевнул чемпион мира. Он сыграл ладья е8. Но после ладья е8, конь е8, конь бьет c3. Не захотел играть безнадежный эншпиль. Здесь следует промежуток. Ладья бьет d6. Нападая на мат на d8, черным приходится тратить время и защищаться от этой угрозы. Тогда белый конь уходит из-под боя. Белый остается с лишней фигурой. И с выигранной позиции. Еще одна победа Даниила Дубова. И он сравнивает счет по матчам. 2,5 на 2,5. И переводит игру на тайбрейк. Идем дальше. Итак, критический момент матча. Первая партия на тайбрейке была проиграна Даниилом Дубовым. И в этой позиции он борется за то, чтобы сравнять счет. Напомню, что на тайбрейке играются всего 2 партии. С контролем времени 5 минут плюс 3 секунды на ход. Даниил Дубов уступает. Уступает со счетом 0-1. Ему необходимо побеждать. Но как-то фигуры пошли не туда в этой партии. В какой-то момент потеряна была координация, взаимопонимание между фигурами. И во время трансляции я уже подписала бланки. И признала победу чемпиона мира. Давайте послушаем, как попадает на коня Б6. И все идет к тому, что, к сожалению, этот тайбрейк... Да, этот тайбрейк не удастся Даниилу выиграть. А жаль. Очень бы хотелось, да? Очень бы хотелось наблюдать за триумфом. Так, подождите, подождите. Я пока уже все... Я все уже похоронила. Похоронила Даниила Дубова. А чемпион-то ошибся, слон Б6. Грубая ошибка. Вместо АБ зевок допускает Магнус Карсен. Но, к сожалению, достаточно ли это? Не тут-то было. После слон ЙОД Б5 Магнусу Карсену оставалось сделать буквально один точный ход. А именно побить пешкой слона. Что может быть проще? Слон Б6 угроза. Поэтому ладья на Д7 не чувствуют себя в безопасности. Ей приходится уходить. Тогда черные могут сыграть ладья Д8. Предложить размен ладей и затем спокойно зайти за пешкой. Опять огромный перевес в этом эншпиле у черных. И, скорее всего, через несколько ходов партия бы закончилась победой Магнуса Карлсена. Но следует третий страшный зевок этого четвертьфинального поединка. Слон Б6 играет Магнус Карлсен в надежде на то, что ладья белых просто уйдет. Затем он съест слона и возникнет лучший для него ладейный эншпиль. Но надо помнить о промежутках. Ладья на самом деле ушла. Но ушла она не назад, не на Д1. А последовал ладья Б7. Ход, который упустил из вида Магнус Карлсена. Выясняется, что на ладья Б7 следует слон ГЦ6 шаг с двойным ударом. И в случае ладья Д7 на доске возникает выигранный для белых пешечный эншпиль. Привожу примерный вариант, где король белых бежит к пешке Ф. И пешка Е оказывается в ферзях чуть быстрее, чем пешка А. Здесь белые побеждают. В партии Магнус Карлсон перевел борьбу в разноцвет, в котором, возможно, у черных были теоретические шансы на спасение. Но не смог эти точные ходы продемонстрировать Магнус Карлсон. Если и было это возможно, постепенно ход за ходом Даниил Дубов создает две проходные, так называемые штаны. Возникают на доске пешки Б и Е. Очень важно отметить, что не путь пешек А на доске была бы теоретическая ничья. Но ввиду того, что пешка на А4 жива, и слон вынужден отвлекаться на ее защиту, белые загоняют черных в цубцванг. Постепенно они усилили позицию. Продвинули свою пешку Б до поля Б7. Соответственно, заставили слона черных контролировать поле Б8. Но так как слон одновременно защищает пешку А4, ходов у него не осталось практически совсем. И белые вот таким вот образом загоняют черных в цубцванг. В этой позиции слон не может покидать поле Ж3, так как он, если уйдет на Е5, белые съедят на А4. Если он уйдет на Е1 или Ф2, пешка пройдет в ферзи. Но если двигается король, король Д8, тогда белый король прорывается на подмогу пешки Е. И белые проводят одну из своих пешек ферзи. Б8 ферзь. Такая красивая комбинация на отвлечение. Слон Б8, Е7. И белые. Белые праздновали победу. Третья победа. Третье очень досадное упущение чемпиона мира. Ну, стоит отметить справедливости ради. Несмотря на эти три зевка, столь необычные для практики чемпиона мира, ему удалось собраться, отлично провести Армагеддон и все-таки склонить чашу весов в свою пользу. Победа на Армагеддоне и Магнус Карлсон проходит полуфинал. Ну, а нам остается вспоминать о зевках чемпиона мира и о том, что и чемпионы, и чемпионы порой ошибаются. На этом я заканчиваю свой небольшой репортаж. Оставайтесь с нами. До скорых встреч. С вами была Александра Костенек.